Всем привет! Обзор гостевого дома Колубая бухта в Кучукур. Мы здесь отдыхаем с туристатами. Большая такая база, с двух половин вот одна половина, точно такая же вторая половина. До моря достаточно близко, 5 минут пешочком, по лестнице надо будет туда спуститься, вот тут, море за кустом, спуститься и море. Пляж песчаный, классный очень пляж, в общем, хороший. Нет, я ошиблась, вода, наверное, градуса 24 точно, потому что ноги вообще не чувствуют практически воду. Мы собирались, Василиса, говорю, Василиса, возьми круг, возьми круг. Она, да, да, и в итоге круг забыла. А все, повод учиться плавать. Сказала, принципиально круг не буду покупать. Папа ее учит плавать. Сейчас, мячик просят, сейчас. Такой тут берег, спуск. Хороший, пойдемте пройдусь. Потрясающая территория, зелено, красиво, чисто. Покажу вам. Ноги можно помыть. А, да, да, надо помыть. Администрация. Вчера заехали эти туристы еще тоже. Администратор. Есть такая беседка, вот тут вай-фай. Столовая. Вот это вот столовая. Вкусно прям кормят. Меню такое хорошее прям. Вкуснее. Ну вот реально вкусно кормят по-домашнему. Достаточно разнообразное меню. Каждый день меняется. Ну, в общем, что-то там, что-то там одинаковое. Ну, в общем, меняется. Вот тут вот такая столовая каша. Я взяла запеканочку, омлетик. Мы пришли поздно и, да, уже ничего нет. Обычно Вася блинчики берет. Вкусные, да, блинчики тут? Блинчики. Фаршированные, ягоды и прочее. Очень вкусная каша тут ничего такая вкусная. Вообще тут очень вкусно кормят. Такая тут столовая. С кондиционером. Комфортная. Большая достаточно там вот раздача. Вот такая красота. Знаете, как красиво. Большая такая территория, но вот на этой части тут, по-моему, только домики. А мы живем на другой части, где и детская площадка есть. И бассейн. Ну, вот так вот все красиво. Номера разные. Вот видите, с кондиционером есть номера. Есть без кондиционера, совсем эконом. Спереди тоже туда. Это вот вторая часть. Ну, вот на солнце очень жарко. А вот здесь вот прям прохладно. А вот здесь вот прям прохладно. Потому что есть деревья. Пойдемте вам покажу. Вот здесь вот такая площадка. Вот здесь большая детская площадка. Возле каждого номера есть вот такой стол со стульями. Вот такая площадка большая. Видите, все красиво. Есть беседка, но ни одного мангала не видела. Тут, наверное, нельзя ни шашлык пожарить, ни костер развести. Потому что корпуса деревянные. И, наверное, по пожарной безопасности нельзя это вводить. Футбольная там, а это баскетбольная. Сейчас такая жара. Начало июня такая жара. А на территории за счет деревьев прям прохладно. Футбольное поле. Какие-то тренажеры даже. Ну и не тренажеры, а, наверное, там турники. Ну и вот такое поле там. Мы тут йогой занимаемся по утрам. Бассейн. Шедлонги. Вот тут, наверное, будет бар, скорее всего. Но сейчас нету ничего. Шедлонги есть. Очень хорошо. Территория потрясающая. Тут жасмин сейчас цветет. Боже, такой запах. Вот этот корпус, получается, мы тоже в этом корпусе живем. Тут везде есть кондиционеры. А вот этот корпус, он без кондиционера. То есть это, получается, номера абсолютно одинаковые. Один в один покажу вам. Но здесь с кондиционером и точно такой же без кондиционера. Разница, по-моему, там рублей 400, что ли, идет между номерами. Эти, сна. У нас тут, ставьте. Спортивные. Спокойный ставки! Спальной ставки! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Улучшенный он потому, что есть кондиционер Вот он улучшенный Вот и смотрите, что в номере Одна кровать Ни одной тумбочки нету Вот такая железная кровать И вот это вот не тумбочка А это маленький холодильничек Все Вот такой маленький шкафчик Вот так открываете И вы даже ничегошечки не сможете повесить В своей платье Либо еще что-то Постельная значит ХБМ Но получается Воняет страшно То есть пришлось сушить То есть оно воняет прело Если бы я знала Я бы взяла бы свое постельное И покрываться Вот такие тонюсенькие Маленькие простыни То есть не под одеяльники А простыни Есть вот такие два типа одеяла В общем Под этими одеялами Жарко Без одеял Под простынью Холодно В общем Нужно брать с собой пледы То есть никуда Ничего не положить Как телефон например заряжать Да То есть вот Как его заряжать Вот здесь нет розетки Розетка только вот тут То есть ты там Ни кремушек Ни ничего не положить Вообще Это просто жесть Ни полочки одной Ни одной нету Ни вешалочки Чтобы например Прийти хотя бы на вешалочку Там сумку повесить Еще что-то Знаете что спасает Мы живем просто в другом номере Это номер вот свободный Спасает вот Под кровать можно Мы все напихали Под кровать Все сумки Короче такой номер Стоит 1800 В июне В июле Не знаю сколько он Дальше стоит Но есть ванна Вместо коврика Вот такое полотенчико Тут как бы вот так Ну вот так Ну ванна нормальная В принципе Полочка есть Куда что-то Что-то можно положить Вот такой вот Стаканчик Не очень чистый Один Мыльца Вот и полотенчик Сейчас я вам покажу полотенчиком Мы ржали над ними вообще Вот это полотенце Типа для рук Или для чего Для ног Я не знаю Вот это вот Что это за полотенчико И покажу вам полотенце Которым надо Вытирать тело Вот оно висит Вот такое Малипусенькое полотенчико Это для тела То есть Ехать сюда Например Надо обязательно брать Полотенце Обязательно брать полотенце Потому что Вот этим полотенцем Невозможно вытираться И уборка тут По-моему Раз в 4 дня То есть полотенце Уже вонючее И просто В общем Засада Не номер А засада Точно такой же номер Не улучшенный Обычный Стандартный А один в один Я ходила Смотрела Только нет кондиционера В общем Одно разочарование Да И еще забыла сказать Из крана Течет соленая вода То есть Там ее в чайник А здесь нету Ни чайников Ничего нету Вот этот чайник Мы уже На свой страх И риск принесли Потому что Вечером Как бы Там лапшички Запарить Личего Хотя вы подписываете Бумажку о том Что чайники Вы брать не можете То есть Тут нету Ни чайников Вообще Ничего нету Есть кулер Кулера По-моему Тоже нету То есть воду Нужно будет Покупать Питьевую А этого Из крана Прямо Реально Соленая вода Сказали Что она Типа Не морская Не знаю И есть Типа Боллер Или как Он там Называется Короче Горячую воду Можно взять Вон там В кафешке